Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Несмотря на рост цены продукта питания, в правительстве не рассматривают вопрос повышения минимального прожиточного минимума. Об этом сообщил министр нациоэкономики. К 30-летию независимости в Казахстане проведут амнистию заключенных. Можилис одобрил соответствующий законопроект. Сколько человек выпустят на свободу? Какая-то стабилизация происходит. Такое заявление сделал министр нациоэкономики Иргалиев. И говоря об инфляции, несмотря на рост цены продукта питания, министр уточнил, что в правительстве на сегодня не рассматривают вопрос повышения минимального прожиточного минимума. «Казахстан – открытая маленькая экономика, и вопросы, связанные с глобальными трендами, в обход нас не проходят», – заявил чиновник. В кулуарах Можилиса журналисты спросили его, сколько денег он сам тратит на продукты. «На сколько вы в день тратите на еду? Вы все-таки не сказали?» «В день и на еду?» «Ну, в день или в месяц?» «Ну, я сколько в день мы тратим? Ну, наверное, на семью, тысяч 50-60». «Это в месяц?» «Да». Наша страна до сих пор не в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность. Казахстанский бизнес тратит баснословные деньги на то, чтобы закупить за границы элементарные продукты. Мы не говорим о 20 видах колбасы или 30 сортах пива. Речь идет о самых простых и сырых продуктах. В среднем мы завозим продукции на 3,5 миллиарда долларов, 2 миллиарда из которых по тем позициям, по которым сами можем полностью покрыть свои потребности, уверены эксперты. Причин несколько. Не построено достаточного количества оптово-распределительных центров – ОРЦ, где наши аграрии могли бы круглогодично хранить свою продукцию, постепенно снабжая ею наших ритейлеров по разумным ценам. Поэтому урожай у фермера за бесценок с поля забирает серые дилеры и везут его продукцию с высокой моржой на базары. Кусачьи цены пугают простой народ, но министр полагает, что какая-то стабилизация происходит. У нас сейчас инфляция за 10 месяцев составила 8,9%, за 9 месяцев также 8,9%. То есть какой-то мы видим, какая-то стабилизация. Я пока не хочу быть голословным, прогнозировать, но какая-то стабилизация происходит. Казахстан – открытая маленькая экономика, и вопросы, связанные с глобальными трендами, они в обход у нас не проходят. Я не говорю, что Казахстан один в этих процессах, мы видим во всех странах. Это связано с чем? Это связано с тем, что происходит восстановление спроса. По мнению министра, продовольственная инфляция в мире составила порядка 32%, и это одна из причин роста цен в Казахстане. Причем растут цены не только на еду, но и на бензин. Чиновники говорят, что они могут повлиять на цены, но ненадолго. На товарных биржах мы не даем цене в день расти больше 2%. В случае роста цен, допустим, когда в июне месяце цена на бензин начала расти, мы просто остановили торговлю. Остановили торговлю для того, чтобы рынок успокоить. Это такой стандартный инструмент, который используется в биржевой торговле. По мнению экспертов, величина прожиточного минимума в Казахстане занижена практически в 2-3 раза. Но министр сказал, что этот показатель они менять не будут. По мнению финансистов, низкие зарплаты приводят к появлению такой категории людей, как работающие бедные. Получается, что люди работают за еду. 2 миллиона казахстанцев сейчас живут за чертой бедности. Это официальная информация, складывающаяся из числа заявок, поданных на получение адресной соцпомощи. Но согласно стандартам ООН, к проживающим за порогом бедности нужно относить тех людей, которые тратят до 5 долларов в день. Тогда бедных в Казахстане станет еще больше. Бауржанши Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. К 30-летию независимости в Казахстане проведут амнистию заключенных. Можилис одобрил соответствующий законопроект. Документы позволят освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезные угрозы безопасности общества и государства. Помимо освобождения, амнистия предполагает сокращение неотбытой части наказания лицам, содержащимся в уголовно-исполнительной системе. Раньше в Казахстане давать максимальные сроки считалось нормальным. Сажали больше, чем выпускали. Но для разгрузки колоний периодически проводили амнистии. За 20 лет проведено 8 амнистий, то есть каждые 2,5 года. Но через год-два колонии вновь переполнялись. Правда, уголовный кодекс позволяет заключенному выйти на УДО. Для этого есть ряд условий. Отбыть в местах лишения свободы определенное время. К примеру, если тяжелые преступления, как минимум полсрока. Погасить ущерб потерпевшему и доказать свое исправление. Однако на деле по УДО освобождали крайне редко. Новый УК изменил практику. Если заключенный отбыл определенный срок, вел себя хорошо, режим не нарушал, ущерб загладил, то суд теперь обязан его выпустить. То есть свободу он заслуживает лично сам. Но амнистия – это освобождение оптом, без личной оценки каждого, говорят правозащитники. Это привело к тому, что отбывающее наказание уже не считает ее гуманным жестом власти. И вместо исправления ждут юбилейные даты. Но даже амнистия положена не всем. В статье 78 уголовного кодекса определен перечень, перечень статей, которым не применяется амнистия. Там указано, не применяется амнистия, совершившие преступления против половой неприкосновенности, против совершившихся экстремистские террористические преступления, при особо отсаживном рецидиве. Чашки, особо тяжкие преступления. Здесь не разделяется по категориям – это коррупционер или обычный человек. Там идет по тяжести. Есть у нас проступок уголовный, менее тяжкий, средний тяжкий, особо тяжкие преступления. То есть она идет по тяжести преступления. Сколько же человек охватят амнистией? В местах не столь отдаленных сейчас находится 34 тысячи человек. Амнистия будет применяться в отношении ветеранов, несовершеннолетних, пожилых, а также инвалидов, не представляющих угрозу для общества. Согласно проекту амнистии будут охвачены 2236 подсудимых. Однако журналистов интересовал вопрос, смогут ли выйти по амнистии коррупционеры. Последними поправками им запрещено выходить на УДО. Но они пишут письма и просят выпустить их по амнистии. В отношении, скажем, должностных преступлений есть дополнительный вид наказания, которым будет запрещено заниматься, занимать государственные должности. То есть подчеркивается специальный субъект, подчеркивается ограничением после отбытия наказания заниматься определенной деятельностью. Как говорят правозащитники, прежде чем проводить амнистии, нужно подумать о социализации бывших зэков. Потому что немало сидельцев возвращаются снова в колонии и становятся рецидивистами. Причина банальная. На воле никто не берет на работу человека с криминальным прошлым. Около 80% бывших зэков не могут трудоустроиться. Все работодатели сейчас требуют справку об отсутствии судимости. Как только видят судимость, никто не берет на работу даже самую грязную. Комитет государственных доходов разработал новое приложение для бизнеса, которое представило нашим коллегам. ЕСАЛЭК Бизнес доступно на мобильных платформах и помогает предпринимателям не только узнавать новости, сумму налога, но и вести свой бизнес. Приложение ЕСАЛЭК Бизнес несложное и времени много не отнимает. Все, что нужно, так это скачать и установить на телефон. Меню простое и удобное в использовании. Тут, возможно, выдача разных справок, переброски по счетам и так далее. К тому же приложение интегрировано с банками, так что можно, не выходя из офиса или дома, оплатить налоги. Тут же можно прекратить свою деятельность, либо приостановить. В настоящий момент данное мобильное приложение проходит пилотное тестирование в двух регионах – в Акмолинской области и в Жамбыльской области. Сейчас уже порядка трех с половиной тысяч предпринимателей зарегистрировались и используют данное мобильное приложение. И мы предполагаем, что со следующего года в полном режиме будет данное мобильное приложение работать. В период пандемии бизнесу дали налоговые льготы. Эта мера охватила более миллиона представителей микро- и малого бизнеса. Введен специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода. И другая поддержка, но это не повод нарушать, говорят в комитете. Если действительно вам чек не дали, какие-то права потребителей нарушили, вы можете это зафиксировать через специальное мобильное приложение YPON и к нам обратиться. И нами будет дистанционно рассмотрена ответственность без выхода на проверку. То есть, получается, мы цифровым решением, не нарушая мораторий, можем осуществлять определенный контроль. Если там будет достаточно оснований юридических и правильно материалы оформлены, соответствующие административные санкции будут в отношении таких предпринимателей, будут приняты. Но что касается физических лиц, то в комитете госдоходов напоминают – платить налоги нужно вовремя. Напомним, что 1 октября 2021 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2020 год. И на сегодняшний день более 1 миллиона граждан имеют задолженность по налогу на имущество на сумму более 3,4 миллиарда тенге. В случае неисполнения уведомлений и не погашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами госдоходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании налоговой задолженности с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. Во избежание ареста банковских счетов, наложение, ограничение на имущество и на выезд частными судебными исполнителями убедительно просим граждан, не уплативших налог на имущество за 2020 год, погасить налоговую задолженность. Гульна Румарова, Олег Писаренко, ТДК-42 Мы продолжаем, и вот что вы увидите после короткой рекламы. Уральцы пожаловались на низкие темпы благоустройства дворовых территорий. Жители нового многоэтажного дома в поселке Зачиганска говорят, что уже 6 лет ждут обновления двора. Октюбинские аграрии остались без запасов лука и капусты. Одно из крупнейших хозяйств региона не сможет обеспечить стабфонд необходимым объемом овощей. Качественные товары по доступным ценам на протяжении 29 лет. В честь дня рождения магазин электроники и бытовой техники «Мечта» увеличивает бонусы с покупки в два раза. Только по 7 ноября в «Мечте» действует двойной кэшбэк на весь товар. Также покупатели ждут каскадные скидки до 70% и беспроцентная рассрочка до 24 месяцев. В «Мечте» вы найдете все – от мобильных телефонов и аксессуаров к ним до обогревателей и холодильных камер. В свой день рождения мы запускаем реальную выгоду в «Мечте». Вы приобретаете желанные товары, а мы увеличиваем бонусы с покупки в два раза. Только по 7 ноября двойной кэшбэк на все. Все. Каскадные скидки до 70%. И это еще не все. Выгодная рассрочка до 24 месяцев. Без процентов, комиссий и переплат. Делайте правильный выбор. Покупайте технику «Выгодно в мечте». Приходите, мы будем рады вас видеть. Верхнюю одежду и обувь от белорусских производителей могут приобрести уральцы в преддверии нового зимнего сезона. На выставке продажи в ДК «Зенит» представлены изделия из натурального сырья. Товар поставляется напрямую от производителя без посредников, поэтому цены здесь значительно ниже. Здесь вы сможете найти свыше 400 видов женских и мужских курток и дубленок от 44 до 72 размера из города Владимир. Пуховики выполнены из таких наполнителей, как верблюд, биопух. Биопух для аллергиков очень подходит для тех людей, у которых какая-то проблемная кожа. Также дубленки из таких материалов, как мутон, очень высокого качества. Люди выбирают нас из-за хорошего качества и сниженных цен. Также представлен широкий ассортимент зимней, осенней и демисезонной мужской и женской обуви из Витебска от 35 до 49 размера. Вся обувь пошита из телячьей кожи на основе овчинного меха. Подошва изделия выполнена из качественного полиуретана на ортопедической основе, что позволяет продлить срок службы обуви и снизить нагрузку на позвоночник. Ассортимент обуви рассчитан на широкий круг покупателей. В наличии модели с высоким подъемом и широким голенищем. Обувь вся из натуральной кожи, овечьего меха. Мы специализируемся на обуви для проблемных ног, на широкое голенище, высокий подъем. Вся обувь выполнена на ортопедической основе. Подошва также идет противоскользящая. Опытные продавцы и консультанты помогут подобрать подходящий товар. Увидела эту ярмарку по рекламе, решила сюда прийти, выбрала куртку себе, очень понравилось, подошла. Все очень качественно, по доступной цене. Спешите на выставку-продажу одежды и обуви от белорусских производителей. Успеете приобрести товар в Уральске до 7 ноября. На втором этаже ДК «Зенит». С 10 до 19 часов без перерыва и выходных. Более 300 семей могут остаться в зиму без жилья. Люди не могут заселиться в свои квартиры в новом доме. Судебный спор между застройщиком и заводом по соседству еще не завершен. По решению суда в доме, построенном в санитарно-защитной зоне, предприятии жить нельзя. Что делать людям, которые заплатили за квартиры большие деньги, узнавали наши корреспонденты. Жилой комплекс неподалеку от консервного завода начали строить два года назад. В качестве застройщика выступила известная строительная компания, на счету которой немало успешно реализованных проектов. Многие жильцы взяли ипотеку под приобретение жилплощади. Кто-то выплатил требуемую сумму полностью. Но тут выяснилось, что дома построены незаконно. Местный консервный завод заявил, что это территория санитарно-защитной зоны предприятия. Мы в итоге без квартир стоим и просим власть, мы просим власть не отменить решение апелляционной инстанции. Мы просим власть, государственную власть, республики Казахстан, принять меры к урегулированию данного вопроса, принять меры к медиации. В конце концов, они, наверное, могут вызвать два предпринимателя и сказать, ну вы что, ну люди на улице, давайте какое-то, примите решение. Жильцы уже не раз обращались с жалобами во все инстанции, но проблема до сих пор не разрешилась. Мы хотим здесь жить. Уже зима. Многим людям негде жить. Они скитаются с одной квартиры на другую. Денег нету, потому что мы и в ремонты сюда вложились, потому что хотим, чтобы наши квартиры поскорее туда вселиться. И сейчас не знаем, что делать. В Акимате города предлагают не сносить здания, а изменить их целевое назначение. Тогда в домах можно разместить офисы. Разработать полностью ПДП именно Циолковский, в котором будет указано, дом номер один будет жилой, второй, третий, четвертый дом будут нежилыми. С точки зрения возврата денег, то есть третий, четвертый дом, там продажи были незначительные, но второй дом практически был весь продан. В этом случае, ну конечно, и по Эрмину было предложено сделать возврат, либо предложить обмен. На аналогичную жилую площадь в других застройках. Отметим, что за время судебных тяж стоимость жилья выросла почти в полтора раза. И даже если людям вернут деньги, приобрести на них квартиры, они уже не смогут. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Закладчиков наркотиков задержали с поличным в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в департаменте полиции. Вечером 1 ноября возле одного из частных домов поселка Мичурина района Бытирек в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» были задержаны 18-летняя девушка и 19-летний парень. Отметим, что закладка наркотиков производится для их бесконтактной реализации. Покупатель переводит продавцу деньги электронным способом, а тот-то ему сообщает о местонахождении наркотического средства. При личном обыске было обнаружено и изъято 6 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Также в ходе осмотра местности в тайниках было обнаружено 8 свертков аналогичного вещества. Согласно заключению экспертизы, данное вещество относится к психотропным веществам общим весом 4,19 грамма. В уральске жители многоэтажного дома 83-2 по улице Монкелы в поселке Зачиганска просят благоустроить их двор. Люди переехали в новое здание уже 6 лет назад, но кроме деревянных песочниц и неудобных скамеек на территории двора ничего нет. Между тем, в отделе ЖКХ сообщили, что в текущем году благоустройство коснется 50 дворов областного центра. Микроэн Зачиганск – один из самых населенных в Уральске. Ежегодно здесь дают по несколько многоэтажных домов. Но не все дворы оказываются благоустроены. Мы уже 6 лет живем в этом дворе. На территории только детские песочницы, без песка, да неудобные лавочки. Детям нужны игровые и спортивные площадки. Дети играют в футбол прямо на земле. Во дворе нет освещения. Мы просим власти обратить внимание на нашу проблему. Аким поселка Зачиганск проблемой знаком. Он отметил, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону. По Монкелу вообще есть проект «Вертикальная планировка». И вот в этот проект входит благоустройство дворов. Там как бы подрядчики сдавали эти жилые дома в эксплуатацию. Это чисто подрядчики как бы дарили жителям. Это не по проекту было сделано. А сейчас вот в проекте «Вертикальная планировка» там заложено благоустройство дворов. Там и тротуары недоделаны, там и дорога сама недоделана, там освещения нет по улице Монкелы. На сегодняшний день в Уральске насчитывается порядка 500 дворов. 370 из них были в разное время отремонтированы. В этом году в Уральске приведут порядок более 50 дворов. 29 из них охвачены комплексным благоустройством. То есть помимо детских и спортивных площадок здесь заасфальтируют двор и появится новое освещение. В поселке Зачиганск в этом году проведено благоустройство двух дворовых территорий. Важное значение придается удобству и безопасности жителей. Поэтому за порядком следят видеокамеры. В поселке Зачиганск заметны позитивные изменения. Во дворе появились детская и спортивная площадки, установлены новые пластиковые контейнеры. Дети и их родители очень довольны. Водили ЖКХ проинформировали, что в городе продолжается работа по благоустройству дворов. Всего по городу планируется комплексно благоустроить 12 дворов. По большинству из них уже выполнены работы по укладке асфальта и установке малых архитектурных форм. Часть работ будет завершена в будущем году. Отметим, что заявки на благоустройство дворовых территорий принимаются в электронном виде на сайте uralsk.smartmap.kz Роман Копняев и Абулат ЖГПР Александр Грабарев, ТДК-42. В октаву жители двух аварийных домов вынуждены жить в опасных для жизни квадратных метрах. Огромные дыры в стенах и прогнившие полы вынудили владельцев съехать на съемные квартиры. Как ситуацию комментирует местная власть, расскажет наш корреспондент Салтанат Айджанова. Заходя в подъезд данного дома, ты оказываешься в совершенно другом мире. Обветшавшие стены, деревянный пол, да и потолок, кажется, с минуты на минуту упадет мне на голову. В этой части дома насчитывается 8 квартир. Хозяева 4-х давно покинули эти опасные стены. Один из тех, кто выехал из этого дома – Константин Потапенко. Здесь он родился и жил в нечеловеческих условиях до 30 лет. Сегодня мужчина обзавелся семьей и, опасаясь за детей, покинул родные стены. Вот уже 7 лет они скитаются по съемным квартирам и ждут обещанных от властей новое гнездо. Жильцы двух аварийных домов ранее выкладывали видео своих квартир в социальные сети. Таким образом, они привлекали внимание общественности к проблеме. По словам чиновников, еще в 2014 году было принято решение о переселении жильцов аварийных двухэтажек. Из признанных аварийными 15 домов остались всего два дома. За 7 лет программы сдано 286 квартир. По плану новое жилье для жителей этих двух домов будет предоставлено в декабре текущего года. Об этом уже заявлялось в СМИ. Планируем ко дню независимости. Все необходимые механизмы и договоренности имеются. Работы ведутся согласно графику. А эти два дома, 71 и 72, пойдут под снос. Чиновники обещают, хозяева получат ключи от квартир и отметят Новый год в новой и уютной новостройке. Срок 16 декабря на День независимости. К слову, строительство новостройки на 100 квартир идет по соседству. Для хозяев 32 квартир из последнего аварийного дома жилплощадь уже выделили. Салтанат Айджанова, Мухалалин Урдаулетов, ТТК-42 из Мангисталской области. Костанайцу, нанесшему 14 ножевых ранений бывшей супруги средь бела дня на остановке, вынесли приговор. Его осудили на 11 лет лишения свободы. Шокирующее убийство произошло в центре города, практически напротив департамента полиции. Азамат Молдар Ахметов поджидал около работы бывшую супругу, с которой он в разводе около пяти лет. Завязалась ссора. Вблизи остановочного павильона на глазах у свидетелей мужчина достал кухонный нож и нанес множественные удары 33-летней Дарине Ахмадиевой. Она скончалась на месте, после чего напавший на нее бывший муж нанес ранение и себе. По материалам дела мужчина не давал покоя экс-супруге и постоянно ее преследовал. Судебный процесс проходил с участием сурдопереводчика, так как подсудимый глухонемой, как и погибшая Дарина. Ваши доводы о том, что вы не хотели убивать Ахмадиеву, вы не желали ей смерти, в суде опровергнуты показаниями очевидцев, свидетелей, которые в суде показали, что в момент совершения преступления, когда вы заметили, что на помощь Ахмадиевой бегут они, то есть свидетели, вы стали более ускоренно наносить ей ножевые ранения, после чего она упала и скончалась на месте. Актюбинские аграрии остались без запасов лука и капусты. Одно из крупнейших хозяйств региона не сможет обеспечить стабфонд необходимым объемом овощей. В этом году два сельхозпроизводителя и вовсе отказались сотрудничать с СПК Актюбия, поэтому часть продукции пришлось завести из южных регионов страны. Когда же удешевленный товар поступит на прилавки социальных магазинов и по каким ценам, выясняла Лайла Уесова. Перед закладкой продукцию тщательно сортируют и просушивают. Сейчас мы находимся в одном из самых крупных овощехранилищ региона, его вместимость 3000 тонн. В хозяйстве пригородной занимаются селекцией, например, картофель здесь выращивают высокопродуктивных сортов, таких как гала, санте и романа. Они и поступят в стабфонд области. В стабилизационный фонд заложили всего 1404 тонны картофеля и моркови. Их вырастили на местных полях и хранить будут до весны. Закладка овощей идет за счет государства. В этом году фьючерсный контракт на поставку овощей подписали всего с одной агрофирмой. Картофель в размере 1268 тонн и морковка 136 тонн. В связи с погодными условиями, сами знаете, лето было жаркое, у пригородного был неурожай по луку и капусте. Лук на сегодняшний день мы закупили в южных регионах порядка 300 тонн. Вагоны с луком уже прибыли с юга, а вот капусту привезут из северных регионов. Качество местных овощей сегодня проверили представители комиссии по формированию стабфонда. По их словам, этого объема должно хватить на межсезонный период. Хотя картофеля в этом году заложили на 500 тонн меньше. Мы первым делом проверяем сортовую частоту картофеля и разрежем, посмотрим, что внутри. Проверяем, смотрим, что болезни нету никаких чистой картофели. Товарная интервенция начнется в декабре. Приобрести продукцию из стабфонда можно будет на коммунальном рынке и в социальных павильонах. До конца весны по какой цене будут продавать местные овощи, решит комиссия. К слову, картофель закупали по 62 тенге за килограмм, а морковь по 64. Хотя сами аграрии не исключают, что следующей весной цены на картофель и морковь могут снова взлететь до 500-700 тенге за килограмм. Руководство западно-казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана АКЖОЛ встретились со студентами и преподавателями одного из уральских вузов. На округлом столе речь шла о популяризации духовного наследия движения АЛАШ. Сейчас в Казахстане объявлен конкурс. Его участники могут предоставить эссе или статью на тему движения АЛАШ. Работы принимаются на казахском, русском и английском языках. «Без прошлого нет будущего». Эта известная фраза уже не раз подтверждала свою правоту. Заместитель-председатель западно-казахстанского филиала Демократической партии Казахстана Багдад Измагамбет отметил, что политическое движение берет за основу своей деятельности идеологию партии АЛАШ. Ее активисты мечтали, что Казахстан будет суверенным и независимым. Партия АКЖОЛ проводит общенациональный конкурс научных работ на тему движения АЛАШ. Его цель – стимулировать молодежь к изучению истории и пропаганде демократических ценностей. В конкурсе могут участвовать люди в возрасте от 18 до 35 лет. Работы принимаются до 20 ноября. Отметим, что ценности, пропагандируемые движением АЛАШ, актуальны и сейчас. Они направлены на сохранение национальных традиций и самосознания. К 30-летию независимости Республики Казахстан в нашем университете создан научный центр «АЛАШ ТАНУ». Его главная цель – сформировать у студентов интерес к глубокому изучению истории. И подобные конкурсы улучшают их знания о прошлом нашего государства. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7Г. Телефон – 8705-992-0207. Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7Г. Телефон – 8705-992-0207. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова